МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Троих арестовали, четвертый соучастник объявлен в междогосударственный розыск. Во время обыска в транспортные полицейские нашли три машинки для майнинга и вернули владельцу, а остальное оборудование еще ищут. Искали и узнавали подробности самых интересных событий региона, чтобы обо всем рассказать вам. В эфире новости по будням. Здравствуйте. О чем именно пойдет речь в выпуске, узнаете из коротких анонсов. Обострение. На улицах Иркутска все чаще замечают обнаженных людей. Мы выяснили, можно ли привлечь их к ответственности, что делать в такой ситуации и куда обращаться. Учиться некому. В иркутских вузах наблюдается недобор студентов на бюджетные места. Как учебные учреждения решают эту проблему и почему абитуриенты не жалуют наши университеты, узнаете сегодня. Сегодня в выпуске осветим будни женщины-водителя автобуса. Как иркутянка управляется тяжелой техникой и почему она выбрала для себя данную профессию, расскажем через несколько минут. Несколько дней осталось до осени, но в Иркутской области уже наблюдаются заморозки. Нормально ли это для середины августа? Разбираемся в программе. И теперь о событиях дня подробнее. Некоторых жителей Иркутска летние температуры, видимо, настолько одолели, что они решили скинуть с себя одежду. Причем прямо на улице. Что не на шутку пугает горожан. В столице Прибайкаля участились жалобы на обнаженных людей в общественных местах. Вот такое видео недавно попало в социальные сети. Словам автора ролика, обнаженный мужчина следил за девушками из-за кустов в историко-мемориальном комплексе Иерусалимская гора. Очевидцы вызвали полицию и человека без комплексов задержали. Еще один похожий случай произошел в июле. Мужчина разгуливал голым по улице Шевцова. И это не все. Три недели назад житель областной столицы совершал променад по верхней набережной. Из-за одежды на нем не было ничего, только обувь и рюкзак. Раскрепощенность молодого человека не оценили сотрудники полиции. В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов, в том числе за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения, санкции которых предусматривают наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. По другой статье Уголовного кодекса ответят двое жителей Тайшетского района. Их подозревают в сбыте наркотиков через интернет-магазин. А вот кадры их задержания. Дома у мужчин полицейские нашли 500 граммов солевого наркотика и более 30 свертков с запрещенными веществами. На улицах Алзама оперативники выявили 14 закладок, оставленных подозреваемыми. Сейчас злоумышленники арестованы. Но иногда правоохранителям приходится тратить свои ресурсы на поимку несуществующих преступников. На днях такая история произошла в Иркутске. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что неизвестные брызнули в него газом из баллончика и угнали его автомобиль. В городе был введен план перехват. Машину офицеры обнаружили уже через час. Возле одного из ресторанов. После чего выяснилось, что у потерпевшего никто не угонял ее. Он просто перебрал с алкоголем на семейном празднике и забыл, где оставил машину. Чтобы найти ее с придуманной байкой, обратился в полицию. Но теперь ему придется отвечать в суде за ложное сообщение. Еще один странный инцидент также произошел в Иркутске. В городе впервые горел кофе-автомат. После тушения пожарной обнаружили внутри устройства бутылку из-под горючей жидкости. Владелец машины рассказал, что ночью ему звонили неизвестные с претензиями на работу автомата, который не выдал напиток. Проводится доследственная проверка. Провести дополнительную приемную кампанию пришлось всем вузам Иркутска. Учебные учреждения не набрали необходимое количество студентов на некоторые специальности. Какие именно профессии избегают нынешние абитуриенты и с чем это связано, выяснял Даниил Седов. Приемные комиссии сегодня тихо и пусто. Можно подумать, что набор студентов уже окончен. Но все вузы Иркутска объявили о дополнительных этапах приема заявлений. Причина – учебные учреждения просто не смогли закрыть бюджетные места по некоторым специальностям. В частности, это касается технических факультетов. Сотрудник приемной комиссии госуниверситета Всеволод Дмитриев поступал на факультет бизнес-коммуникации и информатики три года назад. И тогда попасть на бюджет было очень сложно. Попал я туда по дополнительному набору, который проводился в году, в котором я поступал. И там было всего одно бюджетное место. То есть на дополнительный набор. Допустим, как сейчас я вижу ситуацию, сейчас на мое смежное направление 23 бюджетных места. Но от этого желающих поступить в этом году больше не стало. Самыми востребованными оказались IT-специальности и экономико-управленческие факультеты. Что же касается технических специальностей, то их абитуриенты избегают из-за низких баллов по ЕГЭ. Не досчитались студентов и в Иркутском государственном медицинском университете, куда традиционно очень сложно попасть. Мы тоже объявили дополнительный прием по двум специальностям. Это медико-профилактическое дело и фармация. Значит, недобор у нас небольшой, но он есть. 8 человек на медпрофе и 6 человек на специальности фармация. Значит, чем это можно объяснить? Ну, во-первых, тем, что, как мы считаем, снизилось качество подготовки абитуриентов. В том же медицинском университете минимальный порог при поступлении 240 баллов. В эту приемную кампанию 40 человек не смогли набрать даже это количество на ЕГЭ. Поэтому некоторые абитуриенты выбирают вузы в других городах, где и конкурс меньше, и необходимое количество баллов для прохождения на бюджет ниже. И наоборот, иногда бывшие школьники с высокими баллами по ЕГЭ уезжают поступать в более крупные города. Но такая проблема наблюдается только на бакалавриате. Магистрантов учебные учреждения набрали без проблем. С набором магистратуры все гораздо проще, потому что здесь уже идут люди, так скажем, более взрослые, которые делают совершенно осознанный свой выбор. И поэтому здесь проблем с набором не возникает. Главное, чтобы все проблемы с набором студентов иркутские вузы смогли решить во время дополнительного набора. В противном случае количество бюджетных мест придется сокращать. А это может не очень хорошо отразиться на будущих приемных кампаниях. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. А вот школы Иркутска смогут принять больше ребят в этом году. Ведь в них появились дополнительные 800 мест за счет новых корпусов в школе номер 14 и гимназии номер 1. Еще три пристроек школам номер 53, 57 и 75 на 1200 мест пока строятся. Но мало найти места ребенку в учебном заведении, его туда нужно еще и собрать. Цены на одежду и канцелярию, увы, не стоят на месте. Сколько придется потратить родителям в этом году узнаете далее. Сборы ребенка в школу, тот еще квест для родителей. И успешно пройти его с каждым годом становится сложнее. Ведь товары для учебы все дороже. По данным Иркутскстата, в этом году базовый набор одежды, обуви и канцелярии для первоклассниц подорожал на 20%. А для первоклассников почти на 22%. При этом самым малозатратным уровнем будет покупка брюк для мальчиков, юбок и блузок для девочек. Их стоимость выросла всего на 9-10%. Больше всех из предметов гардероба за год в цене прибавили футболки и колготки. Они подорожали почти на 45%. Такой же показатель у шариковых авторучек и тетрадей. Выросла и стоимость на учебники иранцы на 26,5% и 24% соответственно. Всего же на сборы в школу родители мальчиков потратят 23,5 тысячи рублей. А вот базовый набор для девочек обойдется еще дороже. За него придется отдать почти 30 тысяч. И давайте будем честны, для некоторых жителей нашего региона эта сумма больше, чем их ежемесячная зарплата. Юлия Шенкарюк, Дарья Ивазова, новости по будням. Своеобразный квест для автомобилистов это ежегодный летний ремонт дорог. Ведь из-за перекрытия улиц им приходится искать новые маршруты. Так с 26 по 30 августа для движения станет недоступна часть улицы Депутатская в Иркутске. Причем это коснется не только легковых машин, но и трамваев номер 5 и 6. Они не будут ходить в солнечные 4 дня. Проезд перекроют утром 26 августа на участке от улицы Дыбовского до Виадука на улице Ширямова. Во время ремонта рабочие раскопают дорогу и трамвайные пути, чтобы заменить трубу ливневой канализации. Сейчас она находится в аварийном состоянии. После замены трубу закопают, а для трамвайных путей уложат специальное основание. Движение для машин и трамваев откроют в ночь с 30 на 31 августа. Так как маршрутные такси номер 5К будут объезжать этот участок во время перекрытия, станет известно лишь на следующей неделе. Объезжать весь город почти ежедневно приходится Ольге Башко. Иркутянка работает водителем автобуса. О том, как она пришла в эту профессию и с какими трудностями ей приходится сталкиваться, сегодня узнавала Анастасия Смирнова. Она побывала в роли пассажира на маршруте, по которому колесит женщина-водитель. Смотрим. Крутить баранку на большом автобусе для иркутянки Ольги Башко – трудовые будни. Женщина уже 6 лет провела за рулем этого транспорта. Сначала работала водителем на 29 маршруте, затем пересела на 25. А после ездила практически на всех городских и пригородных маршрутах. Я, если честно, боюсь ездить по маленьких. Почему? Мне кажется, меня раздают. Страсть к большим машинам у иркутянки появилась еще в детстве. Отец Ольги проработал водителем на муниципальном предприятии 40 лет. И часто брал дочь с собой на работу. Поэтому, когда встал вопрос о выборе профессии, женщина без раздумий определилась. А отец ее поддержал. Когда я сказала, что я хочу пойти на курсы, на троллейбус, потому что на автобус женщин не брали, вперед из песни я тебе и за курсы помогу заплатить. Ну, мы 50 на 50. На троллейбусах Ольга проработала 12 лет. Но как только в Иркутске на курсы для водителей автобусов стали набирать женщин, сразу получила категорию Д. Теперь иркутянка колесит по пригородному маршруту номер 137. Пассажиры уже успели привыкнуть к Ольге и даже полюбили ее. Все довольны. Вы знаете, так довольны. Очень так, где надо, осторожненько так. Ну и вообще, главное то, что она стремится. Она хочет быстрее, быстрее. И главное, ничего не нарушать. Всегда замечаем, когда садится, допустим, беременная женщина или женщина с маленькими детьми. То есть уже стараешься помнить об этом, уже без... Ну, то есть вести более плавнее, аккуратнее. Нашла свое призвание за рулем и Анна Богданова. Она работает на маршруте в Ленинском районе. Всего же женщин-водители. На этом муниципальном транспортном предприятии 2 из 300 шоферов. Мужчины-коллеги сначала удивлялись, а потом привыкли. Однако реакция других водителей мужчин на дорогах при виде женщин за рулем автобусов до сих пор разная. Кто-то даже отпускает нелестные высказывания в их адрес. Слышишь о том, что женщина моя, это как обезьяна с гранатой. Но как бы я много часов провожу на линии, и я, в общем-то, вижу, кто как водит. И мужчины тоже очень порой себя ведут некрасиво. Как мне однажды сказали, что вот, и женщина, тебе все уступают. То есть, такого нет. То есть, мы наравне с маршрутчиками там ездим. И на своем примере ломают сложившиеся стереотипы. А еще подают пример. Ведь скоро их коллектив пополнится еще двумя женщинами-водителями. Сейчас они уже проходят обучение. Анастасия Смирнова, Владимир Пинаев. Новости по будням. Передвигаться по Иркутску на велосипеде сейчас предпочитают многие горожане. И пользоваться этим видом транспорта в столице региона станет еще комфортнее. В городе появится сразу 25 новых велопарковок. Их обустроят возле аптек, детских библиотек, поликлиник и ряда административных зданий. 17 парковок уже готовы. Еще 8 разместят в ближайшее время. Данные объекты в городе устанавливают по инициативе сотрудников N-плюс групп. Многие из них передвигаются на велосипедах и обратились к руководству с предложением создать удобную инфраструктуру для любителей двухколесного транспорта. В энергохолдинге идею поддержали. Такие проекты по обустройству городской среды и популяризации здорового образа жизни в числе приоритетных для компании. Как это и обозначил еще основатель Олег Дерипаско. При реализации подобных социальных идей активно сотрудничают с общественными организациями. Так выбрать наиболее удобные места для установки парковки помогли велоактивисты. Они же участвовали в обустройстве объектов. Одна такая конструкция рассчитана на 4 велосипеда. Я считаю, что очень хорошо, что такие компании как N-плюс вкладываются в город и в городскую среду. У нас достаточно много людей, у которых есть в собственности велосипед. И в целом им необходима инфраструктура уже сейчас. То есть запрос на нее имеется. И если будет появляться инфраструктура, мы просто будем видеть этих людей. Они станут заметнее. Оно поможет и тем, кто уже занимается спортом. И плюс, может быть, новых людей сподвигнет к таким вот активным занятиям спортом. Потому что теперь это комфортно. Можно ставить велосипед и спокойно уйти на работу. Чем больше мы таких условий создаем, тем больше у людей появляется возможностей. И тем чаще они видят, что это комфортно. И, соответственно, большее количество людей включается в это активное движение и занимается спортом. Иркутск сейчас в целом преображается. Ведь идет строительный сезон. И вот, к примеру, на Байкальском кольце начали монтировать шпиль Стеллы Иркутск, город трудовой доблести. Она символизирует трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Откроет 31-метровый монумент осенью в дни празднования юбилея региона. Новые знаковые места и общественные пространства появляются и в малых городах Иркутской области. Более того, проекты по благоустройству территории в нашем регионе отметились на Всероссийском тематическом конкурсе. В нем победили сразу пять городов Прибайкалья. Это Бадайбон. Там приведут в порядок территорию возле памятника Паровоз. Тулун, где преобразят городской парк Железногорский и Лимский, отметился своей концепцией по созданию общественных пространств сердца Железного города. Также в числе победителей Черемхова, где изменится парк культуры и отдыха. И Усулий-Сибирская. Там благоустроят улицу Интернациональную. На все эти проекты из федерального бюджета городам выделят 420 миллионов рублей. Реализуют планы в 2023-2024 годах. Отметим, что Иркутская область третий год в числе лидеров по количеству городов-победителей в этом конкурсе. Погода в Прибайкале будто тоже участвует в каком-то конкурсе на самое большое число сюрпризов. То в регион приходит теплая зима, то тропические грозы летом. А теперь еще и ранние заморозки. В ночь на 19 августа столбик термометра в некоторых районах опустился до минус 3 градусов. И возможно именно эта новость станет одной из самых обсуждаемых на уходящей неделе. По прогнозам синоптиков, заморозки ожидаются и в ближайшую ночь, а также на выходных и в начале следующей недели. Холодно станет в западных и верхнеленских районах, в горах, а также в населенных пунктах с пониженной формой рельефа, то есть расположенных в низинах или долинах. Да и в целом погода будет неустойчивой. Ветер усилится и местами пройдут дожди. Поговорить о том, насколько природа отклонилась от нормы, а также о других важных новостях уходящей недели, мы предложили Виктории Новосельцевой, синоптику Иркутского гидрометцентра в традиционной рубрике «Обсудим». В понедельник мы рассказывали о том, что путешественники назвали дороги Тайшета одними из худших в стране. Попали трассы Прибайкалье и в другой антирейтинг, в топ-20 самых аварийных дорог России, на что, возможно, влияет и качество покрытия. У нас дороги не в самом большом состоянии, даже можно, можно сказать, брать и наш Иркутск, потому что часто в центре города мы наблюдаем ямы, дороги узкие. Во вторник выяснилось, что работодатели Иркутской области – одни из самых щедрых в Сибири, так как в регионе высокое число вакансий с зарплатой от 50 тысяч рублей. Вполне возможно, высокие зарплаты – это как раз-таки у вахтовиков, это по добыче полезных ископаемых, у продажников в сфере строительства, но в остальной сфере деятельности я бы не сказала, что зарплаты высокие, мне кажется, они все-таки идут у нас от 20 тысяч рублей. В среду за одно утро произошли сразу два авиаинцидента с самолетами Ан-24. В Усть-Куте судно во время посадки задело землю крылом, и оно надломилось. А в Иркутске из-за неполадок с двигателем экстренно сел самолет, летевший в таксимон. В обоих случаях никто не пострадал. Насколько я знаю, Ан-24 у нас уже летает очень давно. Но хотелось бы, чтобы у нас обновление пошло наших самолетов. Тогда, мне кажется, было бы меньше таких ситуаций. В четверг мы рассказывали о том, как в регионе с семьям с тяжелобольными детьми приходится через суд добиваться лекарств, положенных им государством. С начала этого года зафиксировано 826 обращений в прокуратуру из-за непредоставления препаратов. Мне кажется, это очень даже несправедливо, потому что, во-первых, не все родители могут себе позволить это дорогостоящее лекарство. Хотелось бы, чтобы это без всяких судебных разбирательств детям выдавали лекарства, чтобы дети выздоравливали. В ночь на пятницу в Иркутскую область пришли первые заморозки. Причем на пару недель раньше положенного срока. Такое было зафиксировано за последние 20 лет в 2017 году, в 2010, в 2008 и в 2006. В этих годах у нас были также зафиксированы ранние заморозки, как раз-таки после 15 августа. По норме они должны наступать в конце августа, в начале сентября. Виктория Новосельцева, Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин. Новости по будням. После короткой рекламы расскажем о достижениях спортсменов нашего региона, а после поговорим, к чему может привести фотосессия на кладбище. Не пропустите. Хоккейный клуб «Байкал Энергия» отмечает свой день рождения. Сегодня нашей команде по хоккею с мячом исполняется 18 лет. Замечательный возраст, согласитесь. В настоящий момент белосини в полном составе находятся в Красноярске на Кубке России. И отличным подарком для них и фанатов будет победа. А вот когда иркутяне проведут свою очередную встречу и другие спортивные новости при Байкале, узнаете прямо сейчас. В роли обидчика выступила команда «Полимер» из Барнаула. Гостевой коллектив первым открыл счет, однако иркутяне не были настроены на поражение, и на перерыв команды ушли при результате 2-2. К сожалению, во втором игровом отрезке «Полимер» был сильнее на голову поражения 2-4. А вот «Байкал Энергия» готовится одержать четвертую победу на Кубке России по хоккею с мячом 20 августа. Белосинии в Красноярске сыграют против «Уральского трубника». На данный момент иркутяне в группе занимают второе место, имея в своем активе 9 баллов. Данил Седов, новости по будням. В финале выпуска предлагаем поговорить о теме, которая в эти дни вызвала широкий общественный резонанс. Речь идет о фотосессии, организованной одним из журналов «Иркутск» на территории еврейской части Лисихинского кладбища. По данному поводу высказались многие. Кто-то осудил действия фотографа и моделей, кто-то, наоборот, поддержал. Не остался в стороне от дискуссий Павел Желудев. Рубрика «Монологи». Смотрим. Всем привет. В нашем городе произошло немыслимое. Скандал. Просто, чтобы вы понимали, насколько редки в Иркутске скандалы, последний закончился приходом к власти большевиков. Ну или вроде того. Поводом же для нового выяснения отношений в городском сообществе стала фотосессия. Просто еще раз осознайте, насколько у нас здесь ничего не происходит. Но, само собой, это была необычная фотосессия. А фотосессия, которую провели на территории старинного еврейского кладбища. Организовал ее на свою голову один местный журнал. Но, в отличие от тех ситуаций, когда подобные снимки делают исключительно в хулиганских целях, здесь история немного другая. Модели фотографировались не столько на фоне могил, а на фоне обезличенных памятников, оградок и ворот, которые, кстати, совсем недавно привели в порядок. Впервые лет за сто. Выглядит мемориальный комплекс сейчас и, правда, весьма эстетично. Если такое слово вообще применимо к кладбищу. Но, само собой, на организатора фотосессии и модели мгновенно выгрузили фуру с оскорблениями и угрозами. И, наверное, зная моральные установки городского сообщества, идти на такую провокацию было весьма опрометчивым решением. Но мне интересно вот что. Как в таком случае быть со знаменитой фотографией Квентина Тарантино на могиле Бориса Пастернака? Есть такое легендарное фото, вы его легко можете в интернете найти. Или вот, насколько было допустимо проводить съемки так любимого в народе фильма «Брат» на территории Лютеранского кладбища в Петербурге? Опять же повторюсь, насколько я понимаю, иркутская фотосессия в конечном счете подразумевала под собой создание художественного произведения, пусть и весьма специфического свойства. Но разогнавшийся поезд людского гнева уже не остановить. Тем не менее, я хочу заметить, что всего пару десятков лет назад на территории нынешнего Иерусалимского мемориального комплекса располагался парк культуры и отдыха, в котором стояли аттракционы для детей. Ну а, например, парк Парижской коммуны располагается на территории Глазковского некрополя, где на протяжении тысячелетий наши предки хоронили своих близких. Насколько этично там выгуливать собак или, например, проводить масленицу? И список этих примеров можно продолжать бесконечно, ведь Иркутск – город с большой историей, и почти за четыре сотни лет существования здесь много чего произошло, и хорошего, и плохого. И в целом даже по пути на работу рядовой иркутянин может легко погрузиться в глубокую депрессию, если будет думать только о том, кто где умер и был похоронен. Ну а уже свершившуюся иркутскую фотосессию, мне кажется, имеет смысл обсуждать только по ее итогам, ведь именно тогда станет понятно, чего хотели добиться создатели своим произведениям. В противном случае, такими темпами в нашем городе места для творчества и молодости скоро не останется. А как известно, жить только в прошлом – это первый признак старости. До скорого! У меня же на этом все. Еще больше интересного на нашем сайте ntsdfistv.ru и на наших страницах в социальных сетях. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий Иркутской области. Я прощаюсь. Хороших вам выходных. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова